Сейчас с ним сделали некое такое разделение, диверсификацию, потому что я после вебинара, мы его сегодня чуть пораньше закончим, где-то через 40 минут, потому что мне сейчас уже выезжать на поезд, завтра надо быть очень быстро в Минске и потом вылетаю уже через Вену в Будапешт. Вот, то есть встреча с инвесторами, будем проводить конференцию. Вот, так что, так, добрый-добрый Томар Адуардов, всех уже то есть видите, то есть народу сейчас уже становится не так много, то есть видно привыкание происходит, происходит, ну сейчас отпуска, лето, видите, так сказать, и несколько мы после Экофеста будем менять подход к вебинарам, к проведению конференций, вот, то есть как все это будем выстраивать, это самое мы вам расскажем, покажем, вот. Так, поэтому сейчас, конечно, все направлено и никаких ни изменений, ни, это самое, до Экофеста делать. Так, секунду, ой, тут у меня хулигамент. Молодая. Так, ну, так, а что тут есть ответ? Ну, Борисовна, как всегда, с активным вопросом, но вопрос я пока не увидел. Так что, вопрос я пока не вижу. А, ну, тут общий, этот самый вопрос, я бы сейчас прочитал, но это технический вопрос, через техподдержку решим, поэтому, то есть вопросов технических много возникает, так что, это самое, решим, так, ну, давайте уже по конкретно начинаем нашу работу, 31 мая сегодня, значит, до Экофеста осталось, тут задают вопрос по дневному вебинару, сейчас я прокомментирую, друзья, и все, все расскажу, все-все-все покажу, ну, все-все-все прокомментирую, значит, 30 дней до Экофеста, вот, работа идет подготовительная полным ходом, я за вот эти 10 дней три раза был в Минске, три раза был в Экотехнопарке, вот, вижу, как меняется все прям по часам, графики очень жесткие, и очень многие вещи планируются закончить и уже начать испытывать только там 26-го, 28-го, 29-го июня, вот, поэтому все идет на таком очень жестком графике, и, к сожалению, подрядчики, поставщики, изготовители в некоторых вещах не до конца или не качественно выполняют свою работу, не совсем в соответствии документации, но это, друзья, текущий такой вопрос, я говорю, что относимся к этому как к рабочему проекту, моменту, и если что-то из того, что ожидается, или, опять же, как ожидается, идут рабочие моменты, и все, что будет готово к этому времени, мы увидим, друзья, я могу сказать уже того, что сегодня ждет нас на Экофесте, это уже более чем достаточно, идет оборудование музея, то есть вы видите музей в разных его там входах, раскрывать подробности не буду, все, кто участвовал в том, что до 16-го апреля надо было вписать себя в историю Skyway, то есть все, кто это сделали, значит, вы все увидите себя уже именно в очень такой оригинальной форме, вписанный в реестр акционер, соответственно, готов уже полностью принять и общаться с гостями дедушка Skyway, то есть это наш ЗИЛ Ю-21, то есть он займет свое почетное место, и всегда будет возможность и с ним пообщаться, и с ним сфотографироваться, и, соответственно, приобщиться к истории именно создания Skyway, вот, сегодня практически готово сейчас уже исполнить трех путевых структур, то есть вы видели эстакаду, соответственно, вот, которая сейчас на ваших экранах, там где висит Unibus, вот, она сейчас проходит, что за это самое, сколько все-таки придурков в интернете, так сказать, это даже уму не это самое, непостижимо, ну, это, друзья, как раз специфика работы, вот, сегодняшней анонимности, когда человек не может себя контролировать или не может, скажем, это просто параллельно идет процесс в перископе, вот, это с обамы, очень часто друзья, вот, значит, Unibus 14-местный, который сегодня демонстрирует возможности Skyway и городского, в режиме городского лифта, то есть 150 км в час по городу, вот, видите, и Unibus, который сейчас происходит, проходит определенную модернизацию, вот, и он дорабатывается именно с точки зрения сейчас уже снижения шума, и сейчас уже удалось снизить шум ниже городского тамвая, но это еще только начало, дальше шум будет снижен примерно еще в 2-3 раза, то есть если сегодня это около 75 динцебел, то дальше будет снижение где-то до, там, 20, это все, ну, это в перспективе все будет дорабатываться, вот, значит, соответственно, сейчас уже в цехах идет полная сборка Unitrack, то есть тот, что продемонстрирует грузовую перевозку, грузовая трасса под него, где он будет продемонстрирован сейчас уже готова, вот, и сейчас идет сборка уже, вот, внутренняя отделка Unibus 24-местного, который будет не на путевой структуре, он будет стоять внизу, как кузей, как это называют, в берлинском варианте, то есть когда в него можно зайти, посидеть, сфотографироваться, все пощупать, посмотреть со своими руками, вот, таким образом, вот эти, скажем так, будет продемонстрировано 5 машин, вот, которые на сегодняшний момент демонстрируют и историю технологий Skyway и на сегодняшнее состояние, вот, и будет очень интересная такая экскурс в историю, будет показ, все, что проделано, сделано, потом анализ того, что есть, естественно, перспективы проводить, это будет сам генеральный конструктор и автор проекта Антон Дович Юницкий, вот, и, соответственно, я вот на дневном сегодняшнем вебинаре говорил, после этого идет ряд комментариев, мы понимали, что комментарии не все будут положительные, и это тоже абсолютный, как бы, такой расчет, то, что делается сейчас, мероприятие на 5 тысяч человек и 60 стран, которые сегодня заявлены, это уникальное мероприятие, что вообще для Белоруссии, ну и вообще, наверное, в мировом масштабе, чтобы со всех стран, со всех континентов люди приезжали на такое событие, это, конечно, очень-очень интересный и очень такой, так, она говорит, пишет подромче, да, сейчас, секундочку, так, звук у всех, сейчас хорошо слышно, Андрей, как звук сейчас, все, отлично, тут меня даже спрашивают, пишут, так сказать, в комментариях, все, все замечают, все подмечают, так сказать, это, конечно, я сегодня выезжаю в Минск, потом вылетаю в Вену, в Будапешт, вот, а с учетом, что я только позавчера вернулся, несколько усталость такая накапливается, поэтому есть некий такой момент, мы сейчас все, конечно, в подготовке и вообще вот в сегодняшней работе там, чтобы сыграть, то есть график очень жесткий такой, поэтому некая усталость все-таки есть, наверное, это заметно, хоть и стараемся как-то и показывать, и сделать, но, вот, я говорю, мы сейчас с Алексеем еще разделились, что я веду вот этот вебинар в 20 часов, без 15.09 я выезжаю уже на вокзал, вот, Алексей в 21 будет вести наш Юни-Скай вебинар, вот, поэтому, европейский вебинар, поэтому тоже это все в плане подготовки, вот, поэтому, друзья, вот новость, которую мы обсуждали сегодня на дневном вебинаре, которая вызвала определенные комментарии, это связано с тем, что такое количество людей на площадке, это, конечно, нужны и очень серьезные меры безопасности, и серьезная организация, и логистика, которая там должна быть внутри, чтобы всем было удобно, комфортно, чтобы все могли получить то, что хотят, и сфотографироваться, соответственно, везде, и с дедушкой Skyway, и с Юнибусом, и в Юнибусе, и в Юнибайке, и, соответственно, со всеми ключевыми участниками проекта, естественно, все захотят и увидеть, и пообщаться, и сфотографироваться, и с самим инженером Юницким, и с основными конструкторами, кто сегодня работает в проекте, поэтому эта вся логистика сегодня усматривается, но с точки зрения безопасности сегодня это согласовывается уже на очень таком серьезном уровне, потому что есть информация о том, что не все любят Skyway, о том, что готовится и ряд очень серьезных инцидентов, и даже провокаций, поэтому принято решение в категоричной форме ни Юнибус, ни Юнибайк в движении в ЭКФС показываться не будет, то есть они будут в стационарном, к ним можно будет подойти, можно будет зайти вовнутрь, посмотреть, как это сделать, но в движении и продиктованы это, друзья, только с безопасностью, потому что могут быть специально подстроены вещи для того, чтобы каким-то образом либо сорвать, либо помешать пространство, поэтому тоже тут мне уже пишут, что хотели увидеть, как, ну тут пишут, оградить сеткой, там, ну как вы представляете, там три трассы, где идет стройка, где сидит сад, сейчас для пяти тысяч человек огораживать, делать, так сказать, это, поэтому у нас были разные варианты по поводу того, чтобы всех завести за определенную черту, а потом просили, ну представляете, пять тысяч человек, все-таки там не безграничное пространство, поэтому на сегодняшний момент решение такое, что и Юнибус, и Юнибайк будут продемонстрированы только в стационаре, вот, естественно, что все испытания, которые идут сейчас, тут пишут, взвоют от радости, друзья, да они и так постоянно воют, так постоянно делают, поэтому у нас сейчас нет задачи при стечении пяти тысяч человек, вы все видите ролики, сейчас идет монтаж путевой структуры 200-400-200 и из того план графика, который идет, Юнибайк уже приступит к его испытаниям до Экофеста и мы все это увидим, все это и в роликах, когда будем, и в репортажах, которые будут до Экофеста и на самом Экофесте. А на нем, в движении, это все демонстрировать, друзья, просто на сегодняшний момент нельзя, потому что не забывайте, что это все-таки научная площадка, это экспериментальная площадка, там где испытываются, и в присутствии такого количества людей, где мы не можем контролировать поведение каждого, этого, конечно, делать просто нельзя. Поэтому я думаю, что, друзья, у нас эмоции и всего, что мы у вас видим, и так будет достаточно. Все ролики, которые демонстрируют это в движении, это все будет показано и сделано, то есть мы прикоснемся, вот, тут, кто говорит, да, хотелось прокатиться, но, друзья, насчет прокатиться, это просто исключено, пока не будут проведены весь комплекс испытаний, пока не будет завершена сортификация, это просто, ну, и запрещено, и опасно, вот, вы же не можете приехать на испытательный полигон и попросить или полетать, или прокатить чуть-чуть на экспериментальном самолете, вот, поэтому, друзья, мы и так уже делаем очень много, все, что сейчас возможно, и КБ, и, соответственно, производственные площади, и все, все, что идет в строительстве, работают в очень сжатом графике, все расписано по частям, выполняется огромное количество работ параллельно по именно дереву целей, и все это сводится именно к первому июля, и, вот, как я говорил, там многие вещи до этого будут уникально показаны не потому, что мы не хотим или что-то скрываем, а потому, что это будет реально только закончено, там, за день, за два, за три только до экофеста, потому что экофест, это же, это, скажем, такой, хоть и очень важный для нас момент, это демонстрация, это показ и технологии для инвесторов, и отчет для партнеров, которые идут, вот, но это все-таки еще и очень важное такое массовое мероприятие, вот, поэтому я думаю, что все мы будем это понимать, и все это понимают, ну, с таким, с большим энтузиазмом, вот, и подход к этому тоже должен быть абсолютно взвешенный, вот, мы это нисколько не скрываем, говорим об этом заранее и говорим причины, по которым сейчас это происходит, потому что я каждый раз, бывая на эко-технопарке, я вижу в движении и юнибус, и юнибайк, и вижу, как сегодня идет монтаж вот этой путевой структуры с большими пролетами, это, друзья, уникальнейшая вещь, это то, что реально выводит Скайвей на совсем другой уровень технологий, вот, будет ли готов к экофесту для того, чтобы по нему уже проехал юнибайк или юнибус, сейчас сказать невозможно, вот, и здесь, друзья, все-таки, я говорю, еще раз не забывайте, что это испытательные стенды, и куда мы вас приглашаем, и то, что вы увидите, это зарождение технологий, вот, и, соответственно, это не шоу, это не подготовка сейчас там к демонстрации, просто там, тут мне засыпали вопросов, а когда будет скорость 100, а когда будет скорость, там, 200, вот, здесь, все вопрос, что все будет и всему свое время, естественно, что на участках, которые сегодня готовы, которые по километру, на них дать большие скорости, там, больше 100 км в час просто опасно, просто невозможно, потому что любой сбой и машина не сможет остановиться, это риск, поэтому, естественно, что высокие скорости свыше 100 км в час будут испытываться уже, когда будут построены 2-3 км эстакады, вот, соответственно, на них уже и Нибайк, и Юнибус будем, это на следующий год, будем выводить уже на скорости, которые сегодня в них заложены. Сейчас основное, они идут, ходовые испытания, это испытывается сама путевая структура, испытывается взаимодействие мотор-колесо, взаимодействие, потом колесо-рельс, вот, как работает ходовая, как работает подвеска, как работает управление, поверьте, друзья, что работы сейчас именно с точки зрения исследовательской, экспериментальной работки очень много, и все это сейчас готовится к тому, чтобы дальнейшее идти уже к более серьезным показателям, но для этого нужна путевая структура, то есть земля отведена, проектирование готовится, ну, все сегодня идет, изготовление уже сегодня намечается где, и начиная сразу с экофеста, после экофеста, начнется уже проектирование, где-то к осени начнется строительство 22-километрового участка, естественно, что по мере того, как он будет вводиться в эксплуатацию частями, соответственно, будет уже и увеличиваться скорость, и вот там уже будет разгоняться Юнибайк и Юнибус до максимальных значений, то есть 150 это заявленная скорость, расчетная скорость, сколько он даст в реальном воспитаниях, и, по-моему, это сейчас покажут только эксперименты, но это все, друзья, уже дальнейшее развитие, дальнейшее то, что дальше будет двигаться, то есть контракты, и сегодня то, что идет, вы уже видите, интерес к технологии сегодня есть, сегодня заявки на строительство трасс уже тоже есть, этот процесс идет, и сегодня уже, исходя из горизонта целей, мы не раз произносили с Алексеем именно эти понятия, идет отдаление конечных результатов не с точки зрения достижения, а с точки зрения поставленных задач, то есть вот мой крайний приезд в эти выходные, вот, Юницкий даже так засмеялся, он говорит, ну, ты всегда попадаешь в какие-то очень интересные моменты, там, Юнибайк, ну, это было осознанно, когда мы все собрались 29 ноября, а Юнибус, когда я увидел первый раз движения, это было абсолютно не запланировано, когда приезжала индийская делегация, и Юницкий буквально за сутки до этого принял решение, что Юнибус повесить на путевую структуру, чтобы продемонстрировать его в движении. Как раз пока мы были с Дмитрием Владимировичем Терехиным с Алексеем на Экотехнопарке, при нас его прям повесили на путевую структуру, и он первый раз поехал. Вот, это просто было случайное такое совпадение. И здесь, когда я приехал в этот раз, уже сейчас идет активное проектирование новых строительных именно площадей с точки зрения изготовления эстакады, изготовления Юнибусов и Юнибайков для конкретных трасс, и понятно, что тот завод и то, что сегодня есть, он рассчитан только на опытное производство, то есть для того, чтобы делать опытные единичные машины для Экотехнопарка, а сейчас речь уже идет о серийном промышленном выпуске. Понятно, что пока это мелкосерийное производство, но для этого нужны уже площади, для этого нужны новые заводы, и сегодня идет двумя направлениями решение этих задач. Первое, это на заводе в Шабанах, который есть, это уже на этой же территории, там есть свободная площадь, достройка, еще цеха большого, который будет делать и металлоконструкции, и подвижной состав. И как раз вот мы ездили буквально в пяти минутах в свободной экономической зоне, там есть сейчас такой на 90% законченный завод, он под газотурбинное оборудование проектировался, но сегодня там бизнес поменялся, и его предлагают сегодня там на разных условиях передать проекту Skyway. Это уже раза в три и в четыре больше площади, чем сегодняшний завод. Это с большой прилегающей территорией, это завод, который можно уже затачивать под какие-то, ну под серьезное уже производство, под исполнение заказов, там вот первых заказов в Индии, там в Индонезии и там может быть даже частично по Вьетнаме, хотя дальше, конечно, производство надо масштабировать и масштабировать. Это, друзья, конечно, крайне, помните, я несколько раз произносил такой, дай бог нам дожить до этих проблем, как говорила моя бабушка. Вот, соответственно, сейчас мы доходим до уже тех проблем, что нигде изготавливать машины с точки зрения демонстрации, а где уже идет изготовление серийных машин для того, чтобы реализовывать проекты. Понятно, что в первых проектах изготовление будет здесь, в Белоруссии, будут заказываться металлоконструкции, они будут собираться, испытываться, будет подвижной состав, вот потом это будет все грузиться и увозиться уже в Индию. Да, будут большие затраты на логистике, да, будут большие затраты на транспорте, но зато это будет гарантированное стопроцентное качество и будет никаких сбоев с подрядчиками, с браком изготовления, с браком сборки. На первых проектах это просто необходимо исключить. Поэтому это будет только под личным контролем и генерального конструктора, и основных конструкторов здесь изготавливаться, обучаться люди, которые это будут собирать и испытывать, и потом это уже будет изготавливаться в первых адресных проектах. Конечно, логика со временем развития будет совсем другая. Будут работать уже региональные производственные центры, будут развиваться свои производства в каждом центре, где будет, соответственно, тут спрашивают уже, то, что Юнибус или Юнибайк не поедут, то можно ли вернуть деньги за Экотехнопарк, друзья, с удовольствием. Так как количество мест ограничено, и сегодня мы уже подошли к тому пределу, когда мы больше не можем принять желающих, поэтому, друзья, пишите мне в этот перископ и скайп, я лично буду направлять людей, которые, выкупать у вас билеты. Поэтому, видите, если кого-то мысль о том, что они приедут и не увидят, как проедет Юнибайк и Юнибус, соответственно, сильно пугают, ну что, друзья, значит, так оно и будет, значит, можете ради этого не ехать. Здесь сейчас идет вопрос о том, что происходит сейчас вокруг проекта очень много таких интересных вещей. вот, то есть я говорил, что мы сталкиваемся и привыкаем постоянно к тому, что там, где проходит фестиваль или конференция, меняется погода, вот, там на вебинарах у нас с Алексеем, ну я это в шутку, так, в полушутку говорю, что ко мне женщина подходит и говорит, в Эстонии, говорит, что мы на вебинары смотрим, ну вот одна там, говорит, ей под 70 лет, и у меня, говорит, нормализуется сахар в крови, я, конечно, засмеялся, я говорю, ну вы меня там записываете в какие-то там целители, просто складывается такая ситуация, что действительно сегодня проект очень важный для людей, мы сегодня делаем очень серьезное большое дело, инвесторы, особенно которые изначально, а эти женщины вот с Эстонии, я их помню еще с первой конференции, которая проходила в Риге, это был июль, июль 14-го года, соответственно, общая атмосфера, когда то, что происходит для людей, как положительные эмоции, которые сегодня в жизни очень и очень, к сожалению, мало у людей, вот, то естественно, что это благоприятно действует на каждого из нас, на каждый организм, и люди действительно себя чувствуют лучше, это, друзья, естественная такая общая терапия, когда все собираются для одного дела, все заряжены и заточены только на один результат, и это действует, соответственно, положительно, поэтому это общая синергия, как Алексей называет, людей, которые направлены для решения одной задачи, сегодня за три года нас собралось уже 300 тысяч единомышленников, это 300 тысяч, кто является уже участником и инвестором проекта, а всего в проекте зарегистрировано уже больше миллиона людей, и это, конечно, огромная сила, и когда эта сила направлена на то, чтобы решать созидательные, очень положительные моменты, и вот тут пытаются постоянно и на каждом вебинаре, и на каждой конференции, и на каждой, то есть наши недоброжелатели, наши злопыхатели, завистники, конкуренты, вот это тоже, друзья, все, ну, с другой стороны, это делает эту силу крепче, но эта сила работает уже как реально физический механизм, и это становится ощутимо, и вот опять же, как сравнение, то есть мы сейчас даже стали, ну, Юницкий любит как инженер записывать факты, которые происходят вот там, где в Экотехнопарке, вот как раз вот под той фотографией, где сейчас висит Юнибус, под ним находится карта Белоруссии и то, где место, где Марьина горка, и у нас уже, соответственно, такая традиция, что когда приезжаешь, надо обязательно пальцем потереть там, где Марьина горка, соответственно, Беларусь, для того, чтобы, ну, загадать желание, то есть это такая, ну, просто традиция, как у космонавтов, там, когда запускают ракеты, тоже есть ряд определенных таких традиций, но нам абсолютно серьезно, вот когда Антишек приезжал в последний раз, он говорит, ребят, вы можете относиться как угодно, но я, когда потер, загадал на желание, у них была очень проблема серьезная, там, с финансами, там, организации, которые работают, я буквально приехал с Экафеста, все разрешилось, и теперь ситуация, там, идет совсем другая, как угодно, но я это связываю с тем, что вот я в проекте, и ради того, чтобы этот проект двигался, вот такие вещи, соответственно, происходят. Поэтому это тоже можно как, просто как такую иллюстрацию, или как взгляд на, тем более мы уже сталкивались, друзья, с более серьезными вещами, вот, что там, в середине 90-х, когда Юницкого поддержал Лукашенко, а Министерство транспорта активно выступало против, и там был даже конфликт, и Юницкому пришлось уехать из Белоруссии, вот, так с министром транспорта, который в то время выступал против, произошли очень просто такие непредсказуемые страшные вещи, он покончил жизнь самоубийством, вот, и еще ряд партнеров, которых я очень хорошо знаю, не могу сказать, что я дружил с ними, просто меня познакомил Юницкий с одним парнем, который помогал ему, но потом по разным причинам он решил отобрать всю технологию Юницкого, назвать ее своим именем, а Юницкому даже запретил об этом произносить, и грозился его закатать в песок, в асфальт, и в это время вот как раз Юницкий приехал, мы с ним это обсуждали, так вот, он второй молодой спортсмен, вот, и буквально через некоторое время у него случился инсульт, полный паралич, вот, ну и после этого он прожил тоже еще не так долго, поэтому в этом тоже, друзья, я не сторонник всех этих вещей, я вообще не приемлю никакую мистику, никакие потусторонние вещи, но когда идет устремление людей на решение сдач, и эти люди, ну, довольно-таки все активные и серьезные работы, то это уже вещь, которую игнорировать, наверное, нельзя, и это тоже один из показателей, почему, допустим, проект активно поддержал Далай-Лама, один из таких извечнейших и уважаемых людей на Земле, вот, и сказал, что вы делаете очень светлое и большое дело, вот, поэтому действительно, когда слышишь такие слова, что Skyway не будет убивать, и уберет возможность для того, чтобы гибли полтора миллиона человек в год на Земле, потому что это то, что убивает автомобиль, соответственно, с этой точки зрения безопасность на Skyway будет стопроцентной. Сегодня миллиард тонн нефтепродуктов, которые сжигаются, и мы это дышим, это все отравляет наш воздух, воду, продукты, и все это в итоге отражается на здоровье нас, наших детей. Естественно, когда Skyway как техногенная решает эти вопросы, это тоже, друзья, наверное, очень многого стоит делать, поэтому мы делаем очень важное и такое значимое дело, и когда нас становится все больше и больше, то это становится реальной вот такой силой. Относиться, опять я к этому отношусь с неким юмором таким, для меня это больше как такое очень приятное дополнение, но, как сказал Виктор Бобурин, уже начинаем привыкать к тому, что там, где Skyway, там хорошая погода. Я тоже вот последние три месяца езжу очень много по городам, я тоже стал поражаться, что смотришь прогнозы, вроде погода плохая, приезжаю, погода каким-то образом хорошая, и мне когда говорят, что вы давайте уже приезжайте к нам на конференцию, у нас что-то давно тут уже дожди идут. Мне это смешно, но тем не менее, друзья, это такое очень приятное дополнение, такое приятное совпадение, когда действительно, куда приезжаешь, там не налаживают погоду. Поэтому, наверное, вот эти все совпадения, они каким-то образом дополняют друг друга. И я уже даже стал расслабляться иногда, и когда еду там, мне говорят, там холодно, я беру минимум одежды, минимум, так сказать, это потому что я всегда знаю, что все равно будет хорошая погода. Вот. Поэтому, друзья, это, опять же, это с точки зрения просто как дополнения, как отношения к тому, что природа, и если ты делаешь нужную вещь и полезную вещь, то, наверное, природа, вселенная, там не важно как это назвать, оно, наверное, помогает. И в этом плане будем надеяться, что и дальше, что те препятствия, те проблемы, которые встают, что они будут все преодолены. Вот. И мы дальше выйдем на те цели и задачи, которые мы сейчас видим. Так, много задают вопросов. 200-400-200. Да, друзья, последний раз, когда я был в воскресенье, монтаж 200-400-200 идет. Сейчас уже идет испытание на... уже все напряжения, натяжения даны. Соответственно, сейчас уже идет монтаж высотного участка, поэтому у Юницкого есть абсолютная уверенность, что к Экофесту эта путевая структура будет готова, и еще даже до Экофеста она пройдет ходовые испытания юнибайкам. Но мы, скорее всего, все это увидим. Но здесь, друзья, очень серьезная оговорка, потому что все это делают подрядные организации, еще раз повторю, подрядные организации, которые приходится нанимать, вот, которые дают какие-то обязательства и не всегда их выполняют, поэтому всегда есть шанс и всегда есть опасность того, что подрядчики не своевременно или не качественно выполняют свою работу. Ну и тем более, конечно, друзья, что это уже серьезная конструкция, это уже серьезные натяжения, это уже серьезная преднапряженная конструкция, которая, конечно, и испытываться, это должна не, соответственно, не для того, чтобы испытания проходили, тем более при таком количестве, при таком стечении народа. Поэтому на сегодняшний момент, друзья, можно абсолютно четко и уверенно говорить, что то, что 1 июля мы переступаем в новый этап, мы с вами как инвесторы, как участники проекта, те, кто инвестировал, пришел, поверил, поддержал и дальше идет и развивает этот проект, мы с вами увидим результаты наших трудов. Мы с вами, я с большим удовольствием, с многими из вас, кого я знаю, с 2014 года, у меня вот на конференции недавно проводили в Бадли, в Италии приехали две женщины, они были еще на первой конференции в 2014 году, в марте месяце, из первой конференции, и одна живет в Милане, другая живет в Швейцарии, и, соответственно, мы очень так доброжелательно и очень с большим интересом поговорили, они с большим удовольствием посидели на конференции, еще там очень активно потом только начинающим SkyWaves, итальянцам рассказывали технологии, и я всегда задаю вопрос, друзья, давайте абстрагируемся от того, что сейчас 2017 год, а было в 2014 году, ведь я же говорю то же самое, что я говорил в 2014 году, ни одного нового слова у меня не добавилось, все, что я рассказываю о SkyWay, все, что рассказывают технологии, то рассказывается сегодня. Просто добавились вот эти фотографии, что был ЗИЛ, добавился Юнибус, добавился Юнибайк, добавился 24-местный Юнибус, Юникар, путевые структуры, и мы это все сделали, друзья, меньше, чем за полтора года в Марьиной горке, соответственно, это демонстрирует технологию, и это как раз и позволяет нам сегодня уверенно утверждать, что следующие планы, которые мы ставим дальше, а вы видите, уже горизонт отодвигается, то есть дальше уже сейчас идет вопрос масштабирования производства, уже идет изготовление путевой структуры, изготовление Юнибусов, Юнибайков, Юникаров в промышленных масштабах, уже идет строительство, ну подготовка к строительству адресных проектов, друзья, и это тоже, естественно, мы еще полгода назад, да даже там 4 месяца назад, друзья, мы вам не говорили о том, что сегодня идет масштабирование, а здесь я своими глазами ходил с Юницким ногами, глазами, видел новый завод, где он уже проектировал, где ставить оборудование, где достраивать цеха, где делать логистику входа-выхода, и это уже идет логистика на несколько тысяч машин в год, друзья, не единичные, то есть это как раз развитие технологий, а дальше пойдет уже о десятках тысяч, о сотнях тысяч, это уже будет масштабирование, и через год, друзья, задачи, которые будет решать Юницкий конструкторское бюро и команда реконструкторов, они будут совсем другие, чем те, которые решаются сегодня, и вы это видите, и особенно приятно, друзья, общаться с теми людьми, которые с нами, вот, с 2014 года, с 2015 года, я всегда задаю один вопрос, ну, друзья, вы видите разницу, что сейчас происходит, когда мне кто-то задает вопрос, или там начинает с того, что я слежу за вами три года, и у вас ничего не изменилось, друзья, я сразу выключаю телефон, или говорю, все, до свидания, либо идиот, либо провокатор, потому что, ну, как можно сказать, что за, если за, все, что мы сейчас построили в Марьиной горке, это полтора года, это все спроектировано, сделано и построено в полтора года, я был три месяца назад с Франтишком, когда закладывался 24-местный Юнибус и Юнитрак для перевозки спущих грузов, сегодня идет внутренний монтаж, а, ну, соответственно, мы с вами увидим его на экофесте, Юнибайк и Юнибус изготовлены меньше, чем за четыре месяца, и когда мне люди говорят, что они ничего не видят, значит, они не хотят видеть, либо они не умеют видеть, и в том и другом случае нам не о чем разговаривать, он либо идиот, либо провокатор, вот, поэтому это, соответственно, не разговор. На сегодняшний момент готовится целый ряд уже делегаций на уровне министров транспорта, и после экофеста вы будете каждый раз видеть события, которые будут происходить сейчас даже бесполезно, ну, нет смысла это перечислять, делать, это будет следующий этап. Вот, ну, а планово, друзья, здесь к середине, где-то второй половине 2018 года будет закончено 22 километра путевой структуры, к этому времени будет изготовлен уже скоростной юнилёд, то есть, соответственно, машина, которая в перспективе даст скорость уже 500 километров в час, соответственно, Юнибайк и Юнибус уже будут на этой путевой структуре давать максимальной скорости, на которой они могут, да, к тому времени будет уже как минимум два или три модификации Юнибайка, вот, у Юнибуса и однорельсового, и бирельсового тоже будет несколько модификаций, вот, буквально в августе месяце мы уже сейчас заключаем определенные договора с инвесторами, когда будет продемонстрирован уже Юнибайк в грузовом варианте, когда он будет возить уже не пассажиров, два пассажира, а определенные грузы, и под это тоже уже готовятся адресные проекты и модификации этих Юнибайков у нас начнутся уже прям в августе месяце, где-то мы договорились, уже идет проектирование изготовления, где-то к середине августа мы уже увидим наши Юнибайки уже в грузовом исполнении, и под это тоже готовятся, готовятся, так, тут про Могилёв спрашивается, вот, прям буквально днями, друзья, готовится большая-большая делегация из Могилёва, и будет губернатор Могилёвской области, и мэр там, и там кого только не будет, поэтому все в Могилёве будет нормально, все там идет, все работает, так, поезд, поезд, поезд. Так, друзья, ну давайте, если есть какие-то еще такие наиболее вопросы, потому что давайте еще 2-3 минуты я буду заканчивать, потому что мне уже через 10 минут надо выезжать на вокзал, на поезд, вот, поэтому, друзья, конечно, с таким темпом и с такой интенсивностью, как мы сейчас работаем, хочется уже провести экофест, и хотя бы, как у нас Ирина Волкова говорит, хотя бы, чтобы на 10 дней нас отпустили, чтобы мы, можно было так, музей инвесторов будет готов, вы увидите все в музее, и увидите свои, вот, благодарность Юницкому. Ну, конечно, друзья, я еще раз могу высказать свое такое новостью, невозможность увидеть транспорт в действии. Друзья, опять же, вот, Виктория, вы задаете вопрос, а сейчас вы не можете включить ролик и увидеть транспорт в действии? Вот, то есть, когда вы приходите на авиационную выставку, то летают только специально подготовленные самолеты на оборудование, а все остальные самолеты стоят на стоянке. Вот, это я просто вам как пример говорю, то есть, никто не говорит, что для того, чтобы прийти посмотреть самолет, обязательно его запустите. Вот, то же самое, все ролики, где есть Юнибайк, Юнибус в движении, они все есть. Я еще раз повторюсь, что у нас сегодня серьезный вопрос безопасности. 5 тысяч человек и обеспечить, чтобы не было ни провокаций, ни проблем, ни никаких сбоев. Соответственно, из этих соображений принято решение показать только в записи все ходовые испытания, как они начинались, как они проходили и как они будут идти. И если вы понимаете, о чем дети, вы это понимаете. Если у вас задача сделать из этого провокацию и сказать, что я не увижу Юнибус или не прокачусь Юнибайке, значит, я не поеду на Экофест, значит, там нечего делать. Потому что заранее говорили, что на несертифицированной технике, которая проходит испытание, никаких катаний быть не может. Тем более, сейчас еще и встает вопрос, что для сохранения безопасности необходимо еще и развести... У нас нету просто места, чтобы отгородить, и 5 тысяч человек стояло в одном месте, а путевая структура демонстрировала. Просто нет такой возможности. Поэтому все будут ходить, и все организовано таким образом, что все действие, весь Экофест будет между путевыми, между двумя путевыми структурами, где с одной стороны будет висеть Юнибайк, с другой Юнибус. Поэтому, друзья, это четко мы объясняем и делаем, и здесь нет никаких... Сколько тут билетов... Сколько билетов будет возвращено? Ну, друзья, за счет того, что закрывается сейчас, в ближайшее время уже продажа билетов, потому что мы подошли к пределу... То есть, поставили, что больше 5 тысяч человек, просто невозможно будет ни принять, ни, соответственно, организовать этот процесс. Поэтому буквально в ближайшее время будет закрыт продаж билетов. Поэтому я думаю, что если кто-то хочет избавиться от своих билетов, я думаю, желающих будет больше, чем достаточно. Но опять же, друзья, это все такие очень мелкие нюансы. Большинство людей, я кого знаю, едут туда для того, чтобы пообщаться, встретиться, увидеть Юницкого, задать ему личный вопрос, послушать, как он выступает вживую, чтобы своими глазами увидеть Юнибайк, Юнибус, в нем посидеть, покрутить педали. Соответственно, это тоже все будет. Тут скорости, которые задают вопрос. Друзья, сейчас на скорости еще испытания не шли. Максимум, что давал сегодня Юнибайк, это где-то около 70 км в час. 67-70 км в час. Это максимальная скорость, на которую его сейчас запускали. Больше просто, опять же, из-за того, что путевая структура очень короткая, и больше сегодня разгонять, ну, в общем, небезопасно. Вот, поэтому, видите, огромный результат. Ну, тут, я говорю, у всех отношения абсолютно разные. Поэтому, друзья, самое, конечно, ценное и самое важное для меня, это увидеть многих из вас, с кем-то мы встречались на конференциях, с кем-то встречались в экотехнопарке, с кем-то встречались на встречах с инвесторами. Вот, поэтому, кто приедет, я думаю, что это будет самая большая ценность посмотреть, пообщаться, вместе поучаствовать вот в этой синергии для того, чтобы дать импульс, чтобы это начало развиваться дальше, и еще увидеть тому, что, того, что происходит. Лично мое мнение, друзья, я могу сказать, что я каждый раз, заходя на экотехнопарк, и просто я испытываю настолько истинное такое чувство эйфории, истинное чувство такой радости, что на меня даже, так сказать, там, инвестор тут недавно со мной был, слушай, а что ты всегда улыбаешься, когда ходишь по экотехнопарку? Я говорю, да просто настроение хорошее, я на все это смотрю, и мне это нравится. Вот, поэтому, друзья, я думаю, что все, кто туда приедут, все, кто сопричастны, те, кто является соработником этого процесса, все получат истинное удовольствие. Ну, не говоря уже, что там будет очень много сюрпризов, которые очень, соответственно, добавят хорошего настроения. Вот, и я вас абсолютно уверяю, что 1 июля это будет очень для многих один из самых лучших дней в жизни, во всяком случае, про себя я могу сказать точно. Тут 2 июля у нас будет наша Skyway Capital конференция, вот, где мы будем уже общаться нашим инвестфондом, соответственно, обсуждать, делать, подводить результаты, делать планы на будущее. Это тоже наша такая работа. А с 3 июля уже будет встреча с рядом инвесторов, с которыми мы дальше уже начинаем, как бы, работать, потому что у меня всегда все мои поездки в Минск связаны сейчас, в основном, это с работой и с консультациями именно по дальнейшей работе, по крупным инвесторам и по конкретным адресным проектам. Ну все, друзья, давайте, время без 10, мне просто уже все буквально минутами надо выбегать. Вот, кто хочет, и рекомендую всем, кстати, Андрей, скинь тогда ссылку на венгерский кабинет, Алексей будет сейчас ввести через 10 минут наш европейский, он называется Unisky Webinar, то есть как мы его назвали, вот, для европейских партнеров это Чехия, Словакия, Венгрия, вот, Италия, вот. Вот, соответственно, заходите в венгерский или в словакский кабинет, вот, и еще послушайте, что Алексей будет комментировать, делать. Мы сегодня с ним дневной вебинар ввели вместе, а сейчас мы с ним несколько сделали такое различие. Я веду свой вебинар, ну, имеется в виду для вас русскоязычный, а он будет проводить для европейцев. Все, друзья, на этом я прощаюсь с вами, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok